Всем привет! Добро пожаловать на канал о жизни и путешествиях в Швейцарии. Я сегодня не одна. Со мной сегодня ребята Оля и Андре, с которыми мы познакомились уже давным-давно. И с тех пор нас жизнь постоянно сводит вместе. Мы с Андреем учились в университете вместе в Киеве, в Киевском национальном экономическом университете, но там мы знакомы не были. Познакомилась я сначала с Олей, когда мы были в Пасу, в Баварии. Учились мы там как студенты по обмену. И через несколько месяцев Оля там же познакомилась с Андреем, своим будущим мужем. С тех пор нас жизнь развела немножко в разные уголки Германии. Но мы с Андреем встретились в Дольче Банке во Франкфорте. Я на тот момент там работала. Он как раз приехал как консультант на проект реформировать Дольче Банк, у которого на тот момент были большие проблемы. С тех пор мы опять не встречались, пока не встретились снова уже в Швейцарии. Здесь я останавливаюсь и передаю слово ребятам. Ну что, ребят, расскажите, как вы в итоге оказались в Швейцарии, что вы сюда привело? По-моему, в 2016 году я сначала поехал по работе в Дубай. И мы там жили где-то полтора-два года. И мне очень там безумно понравилось. Вот Оле там не понравилось. Я уже не мог и не захотел возвращаться назад в Германию. Мне хотелось чего-то нового, какой-то больше динамики, движения. И там как-то произошел очень смешной случай, когда я позвонил одному нашему общему, с тобой знакомому, Алексею Корничеку. И он как раз в то время переехал уже из Дубая в Швейцарию и устроился здесь работать на местную железную дорогу. И так оказалось, что я делал тот проект, доделал тот консалтинговый проект, который он начал. И у меня вау, столько совпадений, так прекрасно все. Я думаю, прикольно. Он пригласил нас в гости. Мы несколько раз съездили, по-моему, это был 2018 год. И он нам все показывал красоты. И тут он завлекал Олю и говорит, так, а вот здесь мы с вами будем купаться. Вот сюда вот мы с вами будем ходить кушать. Здесь вы будете кататься на велосипедах. Здесь вот вам будет бесплатно на кораблике, подъемничке. В общем, рекламировал, рекламировал, рекламировал. И помог в итоге Андрею получить эту работу. Вообще, Леша, это просто был наш ангел, потому что он не только нам с работы помог, он еще и с квартирой каким-то чудом помог, потому что все знают, как тяжело в Европе, когда ты не живешь в стране и не можешь туда приезжать каждую неделю, найти квартиру. Мы очень-очень благодарны. Леша, если ты смотришь этот выпуск, большое тебе спасибо. И вот уже. Да, и в 2019 году мы в результате переехали тогда из Дубая через Мюнхен в Швейцарию, в Бернин. И с той поры уже живем здесь. А чем вы занимаетесь сегодня? Какая у вас сейчас история? Потому что видео мы анонсировали как видео о предпринимательстве в Швейцарии. Расскажите о вашей предпринимательской истории. В целом у нас с Олей несколько направлений. Одно направление – это мы помогаем по карьерному коучингу. То есть мы берем высококвалифицированных людей со всего мира и помогаем им попасть на ту работу, которая очень высокооплачиваема, куда очень трудно попасть, куда берут только 1% от всех соискателей. К примеру, подается тысяча человек, но работу дают только 10 из тысяч. И вот это отрасли стратегического консалтинга, инвестиционного банкинга, IT-компаний, таких как Google, Microsoft, Facebook. То есть туда, куда действительно тяжело попасть. Плюс это так называемый executive coaching, то есть те позиции, которые в совет директоров или один уровень ниже него. Маша, а можно я здесь перебью? Да, конечно. Если я хочу работать в Google, предположим, я прихожу к вам, что вы будете со мной делать? В чем будет заключаться коучинг? То есть вы меня будете тренировать просто проходить интервью или это там какие-то тесты? В чем будет заключаться ваш коучинг? Я хочу работать в Google. Там примерно 7 ступеней в процессе. Первое – это прежде всего построение, то, что мы называем application roadmap – стратегии подачи заявок. То есть определить список, перечень компаний, куда ты хочешь, определить позиции, определить географию, определить, какой нетворк у тебя уже присутствует в этих компаниях или как его можно развить. Определить предыдущую историю подачи и какие следующие шаги совместно наметить. То есть наметить путь, как ты туда придешь через какое-то время. Второй этап – это работа с твоими документами. Это резюме и это motivational letter. Третий этап – это помощь после того, как твои документы дошлифованы, помочь найти тебе потайную дверцу в эту компанию. Это все происходит через нетворкинг. То есть всегда, во все времена лучше всего работу находить через знакомство. И эти знакомства, соответственно, есть или у тебя, или у нас, или у более тысячи наших клиентов, которые уже работают в этих компаниях. Они могут помочь приоткрыть тебе дверь, помочь замолвить за тебя слово. Система рекомендаций. Чтобы ты получила шанс на интервью, что уже самое важное в процессе, потому что в процессе скрининга и отбора кандидатов 90% кандидатов отфильтровываются, и тебе нужно попасть, хотя бы просто получить шанс на интервью. Это первое достижение. Второе достижение – мы помогаем и тренируем каждого нашего клиента для того, чтобы соответствовать этим требованиям. И чтобы тебя не только пригласили на интервью, но и ты использовала свой шанс и конвертировала его, соответственно, в предложение о работе в рублей. То есть, если коротко, то вы помогаете человеку получить работу в классной компании и задержаться там хотя бы первые несколько лет. Ну и иметь в целом позитивный опыт работы там. Избежать очень много слез, в общем-то, и зарекомендовать себя с правильной стороны. Так вот мы сейчас выходим на такую красивую-красивую площадку, с которой открываются виды на Альпы. А мы пока порасспрашиваем у ребят про их фокуса. Фокус – швейцарская собака. НДС уже заплачен. И Фокус ходил в швейцарскую школу, поэтому он такой воспитанный. Вот нам сейчас Оля с Андреем расскажут, как проходит швейцарская школа для собак. Фокус! Так, швейцарская школа. Значит, тебя там социализируют, не тебя, а собаку, но тебя одновременно с ним социализируют, чтобы при встрече с другими собаками твой питомец был дружелюбный, чтобы он не реагировал на громкие звуки, чтобы был просто адекватный, хороший, дружелюбный член общества и не писал, где попал. Вот так мы это вырежем. Ну нет, это останется, это святое. Он оставляет сообщение. На самом деле я вначале переживала, потому что Фокус очень так реагировал на других собак, эмоционально громко, но школа действительно помогла, он стал спокойным, дружелюбным другим собакам, поэтому можем рекомендовать сделать такую инвестицию, которая потом на всю жизнь. И дорогая такая инвестиция вам вышлась? Нет. Сколько? Ну я уже не помню. Да нет, чувак, господи. Курс стоил от 30 до 50 за занятия, ну, после царским методом. И мы были 8 раз, по-моему, с ним. То есть это немного, да. Когда он был ещё совсем маленький, это помогло ему приобрести какую-то уверенность с другими собаками и помогло также в общении с детками. То есть он очень любит детей, он, в принципе, очень любит людей. Что для этого нужно? Очень многие люди спрашивают, вот если я хочу, например, стать коучем, частным предпринимателем в Швейцарии, что для этого нужно сделать? Какие есть юридические формы ведения бизнеса в Швейцарии? Какие налоги нужно платить? Как нужно откладывать себе на пенсию? Давайте, наверное, с юридической формой вашего бизнеса. Как вы себя регистрировали вначале и какие налоги вы платите? На самом деле, тут важно сказать, что Швейцария, из моего личного опыта, это, пожалуй, одна из самых лучших стран с точки зрения вообще ведения бизнеса. Только представьте, ну вот, мы до этого жили в Германии, я до этого жил ещё длительное время в Дубае. То есть я видел, как работает немецкая бюрократическая машина, я видел, как работает дубайская или не работая. Дубайская бюрократическая машина, правильнее сказать. Мы видели, как работают бюрократии вообще во многих разных странах, более десяти странах. И... В России, в Украине в том числе. Да, в Кани... Ой, Господи, да. Вот. И Швейцария – это одна из тех немногих стран, которая действительно ориентирована на сервис, где государство действительно работает для тебя. Для человека, а не ты для государства. Не ты для государства, а государство для тебя. И можно привести пример, когда мы подавали налоговую декларацию, вот у нас был опыт в Германии и, соответственно, в Швейцарии. В Германии это долго, муторно и много исправлений, и люди трудно идут тебе навстречу, то в Швейцарии тебе могут позвонить и сказать, ой, вот знаете, у вас тут такой-то, такой-то пункт, и я вам рекомендую вот так и так. То есть тебя не просто наказывают за какую-то ошибку, а тебе идут навстречу и помогают. Да, меня это тоже впечатлило в Швейцарии, на самом деле, что в налоговой тебе позвонят и подскажут, ты можешь позвонить и посоветоваться, а как здесь правильно, а как лучше. И это, конечно, для меня тоже был шок после Германии, когда тебе еще и помогут заполнить налоговую декларацию. Пожалуйста, платите налоги, пожалуйста, вот вам, да, да, хотите кофе. Да, так что в плане бюрократии у нас был позитивный опыт в Швейцарии. А вот смотрите, человек хочет стать частным предпринимателем в Швейцарии, например, вот украинец, который сейчас живет в Швейцарии, хочет продавать, например, свои поделки, либо делать консультации, преподавать английский язык для детям, еще что-то. Вот что с юридической точки зрения для этого нужно? Просто когда я узнала ответ на этот вопрос, я немножко была удивлена. Расскажите вот ваш опыт. Можно уже прямо сразу начинать продавать услуги, или какие-то товары, или еще что-то. И после того, как вы заработаете первых, я не помню, 5 или 10 тысяч франков, то вы можете открыть для себя либо индивидуальное предпринимательство, то есть как ИП, или же другие разного рода формы. Мы зарегистрированы просто как ИП. По-английски это Selbststände. То есть тебе дают возможность потестировать себя, свои возможности. Это очень-очень здорово. Хороший пример. Да, то есть, в общем, ребят, кто слушает, очень много спрашивали, вот как я хочу стать частным предпринимателем. В Германии, но вы тоже жили в Германии, вы знаете, что нужно сначала зарегистрироваться, как ГВР бы себе открыть, и только потом ты имеешь право что-то попробовать делать. То в Швейцарии все наоборот. Вы сначала пробуете себя, зарабатываете какие-то первые деньги, и только когда вы увидите, что у вас уже это получается, то только тогда вы идете и говорите, что, кстати, я хочу вам заплатить налоги. Я заработал деньги, и хочу вам заплатить налоги. Давайте по налогам. Много спрашивали по поводу НДС. На самом деле, я хочу ответить сразу на этот вопрос. НДС вы платите в том случае, если ваша, не прибыль, а revenues за год превышают 100 тысяч франков, либо если вы считаете заранее, что ваши revenues превысит 100 тысяч франков. Это что касается НДС. Что касается других налогов, вот у вас самое обычное частное предпринимательство. Расскажите, чтобы люди примерно понимали, как вы платите налоги в Швейцарии. Какая вообще ставка НДС в вашей стране? Напишите в комментариях. В общем-то, и какая средняя ставка вообще по Европе? Ты от вопроса не выходи. Хорошо. НДС просто 8.1%. Всего 8%. Ну, то есть, это вообще ни о чем. Не знаю, в Германии 19%, в других странах вообще 20 и больше процентов. Ну, то есть, это вообще, ну, это подарок судьбы. И, кроме того, Швейцария, она, в принципе, славится тем, что здесь очень-очень низкие налоги, особенно если сравнивать с другой частью Европы. И, кроме того, здесь Швейцария разделена на 22 или 26 кантонов. Это как области, но они очень маленькие. И представьте, что в каждом кантоне свое налогообложение. То есть, вы можете, не понравился вам один кантон, вы можете переехать в другой, где ставка налога будет еще нет. Самые низкие налоги, они находятся в центральной Швейцарии, в кантонах Сух, Обвальден, Нидвальден. В общем-то, там очень многие предприимчивые украинцы после начала всех этих событий приехали, пооткрывали свои конторы и себе спокойненько платят налоги. Кто как договорился. В общем-то, прекрасные условия для ведения бизнеса. Вот. Теперь, что у нас устроено по налогам? На самом деле, дело в том, что нужно делать отчисление, но на так называемую социальную страховку. То есть, это 10% от прибыли. И, кстати, прибыль не равно обороту. В общем-то, в Швейцарии можно с налогов списывать очень-очень много затрат, костов, что, по сути говоря, может делать жизнь вашу прекрасно, потому что вы даже одну шестую часть вашего дома можете списывать спокойно с налогом. Если вы частный предприниматель и регистрируетесь у себя дома. А так, в целом, налоги низкие. Да, и в любом транспорте он везде ездит с нами, летает и тихо себя ведёт, не жалуется. Давайте покажем, кстати. Вот такая вот сумочка у ребят есть. И он ездит вот в такой сумочке. И можно в поезде вот в такой сумочке. И в самолёте тоже классно. И там можно ему спать в кафе, когда он сидит. Да. Поэтому в те места, где фокусу нельзя, он садится в сумочку и молчит. Вот сколько мы были сейчас в столовой и в кафе. Он всё это время тихонечко сидел и молчал. Да, фокус? Ну вот, давай немножко более детально объясним людям, которые вот приехали. И, например, являются частными предпринимателями, где подают английский язык. Да вам ничего вообще регистрировать не нужно. Вы работаете, в конце года вы подаёте сами налоговую декларацию. И там весь свой доход, который у вас есть от разной деятельности, вы просто указываете. Вы также указываете расходы, которые связаны с этой деятельностью. Вы считываете вашу прибыль. Лучше взять какую-то консультацию, потому что вы просто не будете знать всех этих особенностей. Ну, действительно, очень много. И желательно знать, какие пункты там какие-то бывают и по мебели, и по вещам, и по транспорту. Ну, разное. Можно списывать просто очень-очень много ваших собственных затрат на бизнес. У меня есть отдельное видео, но там, правда, не про самозанятых, там о тех людях, которые работают. О том, что можно списать. Да, курсы повышенной квалификации, какие-то командировочные. Какие-то, вот как мы сейчас сидим, общаемся, это может быть тоже засчитано, как Бишерц Эсен, по-русски, деловая обед. А мы взяли за это чек. О-о-о-о! Ух ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо. То есть, смотрите, те, кто смотрит сейчас, если вы начинаете какую-то предпринимательскую деятельность, в конце года у вас есть какая-то прибыль. Если вы боитесь сами заполнять свою налоговую декларацию, что на самом деле несложно, можно всегда обратиться в так называемое Троиханк-бюро. Как вы искали, у вас есть Троиханк-бюро, к кому вы обращаетесь, мы сами все делаем? Мы сами все делаем. Но в самом начале мы взяли консультацию и нам помогли первую нашу декларацию за первый год сделать с помощью консультанта, а после этого я сам уже начал все делать. Ну и, конечно, это потому, что у нас в Германии был опыт, значит, подачи как рабочего, как, у меня был тоже, как предприниматель и как собственник. То есть у нас уже был опыт, и поэтому мы здесь чуть-чуть добрали информацию. И уже сейчас сами делаем. Ну и вообще, это на самом деле происходит все очень-очень легко. По-английски это straightforward, то есть все, в принципе, очень прямолинейно. То есть даже вы просто заходите на портал, где по секциям вас ведут, и вы просто-напросто вбиваете свои циферки. И потом в конце вы подтверждаете, заполняете. И вам могут примерно показать, сколько это будет ваш налог, или сколько вам доплатить, или наоборот, вы должны государству. Но пока что у нас приятным образом всегда получалось немножко от государства денег, и еще назад получили. Ну это круто, молодцы, хорошо заполняете. Ну это просто вот есть информация, что можно, а что нельзя списывать. Это все официально и легально. И это легко. Это легко, если в этом разобраться. Разобраться один раз. Супер. Подводим первые итоги. Что касается налогов. Вам нигде не нужно заранее регистрироваться. Вы просто начинаете свою предпринимательскую деятельность. Если у вас к концу года есть какая-то прибыль, то вы можете самостоятельно подать налоговую декларацию, списать с нее кучу разных расходов и заплатить налог. Ставка налога высчитывается как с частных лиц, и ваши все доходы от разной деятельности просто суммируются. Ставка налога зависит от вашего семейного положения, а также от кантона и общины, в котором вы живете. Теперь, что касается всех... Одно дополнение. Вы начали свою предпринимательскую деятельность. После того, как вы заработали первых 10 тысяч франков, лучше тогда начать процесс регистрации. Отлично. 10 тысяч франков. Начинаем нашу регистрацию. Что нужно для того, чтобы регистрироваться? Где нужно регистрироваться? Зайти, заполнить один или два формуляра онлайн, подтвердить три или пять чеков от того, что у вас есть разные клиенты, что они вам что-то заплатили. И все. Хорошо. И с этого момента вы платите себе отчисления на страховку пенсионную и на инвалидскую страховку. Правильно понимаю? Инвалидская страховка можно оформить через обычную кранкинг, то есть, черенок, здравоохранения. Ну да, остальное – это соцсбор и пенсию. И, опять-таки, пенсию можно списывать с налогов. Фокус очень любит играть с перчатками. У него любимая игрушка. Да-да-да. Фокус! Он, наверное, думает, что это белка. Пошли, пошли. Давай. Мы все с перчатками вот надели. Пошли. Идём. Ю-ху! Да! Хорошо. Можно вам ещё такой вопрос задать? Как вам помогал либо ваш кантон, либо ваша община в вашей предпринимательской деятельности? И помогало ли вам швейцарское государство как-то? Как вот Швейцария поддерживает своих предпринимателей? Нам Швейцария вообще помогала два года, потому что так получилось, что во время ковида в 20-м году я был уволен, попал под сокращение из СББ, это швейцарские федеральные дороги, потому что случился кризис, и все пассажироперевозки стали в Швейцарии на какое-то время, на время пандемии. И начали сокращение. Я попал под одно из этих сокращений и получал порядка два года пособие по безработице, которое, по сути говоря, выплачивало мне 70 или 80% моей предыдущей зарплаты. И это подслужило самым-самым мощным подспорьем. Плюс мне Швейцария помогала закончить курсы по предпринимательству, много разных программ. Я в Швейцарии в этом плане вообще очень-очень благодарен, потому что есть просто супер много возможностей. Они помогают найти работу, то есть ты приходишь как молодой специалист или немолодой уволенный специалист, и уния, по-моему, называется. Уния? Да, страхов. Она тебе программы разные предложит, все бесплатно, ты можешь регулярно встречаться со своим помощником, который будет тебе советовать. Коучить тебя. Коучить. Коучить по поиску работы. Да. Круто. То есть, например, сейчас кто смотрит нас, кто хочет начать свое предпринимательское дело, вы можете обратиться в организацию, которая называется Уния, да? Уния. Но это только для тех, кто работал до этого, и кто попал под сокращение, стал безработным, и Уния это помогает в поиске или другой занятости, то есть другой работы, или же новой занятости в сторону предпринимательства. Я вот на определенном этапе сказал, что все, я не хочу больше искать работу, я хочу идти в предпринимательство, и мне помогали. Да, а я приехала замужем, и, соответственно, мне нужна была работа, и я тоже обратилась в организацию. И вот когда вы там состояли на учете в этой организации, вы сказали, что вы не хотите искать работу, вы хотите пойти по предпринимательскому пути, и, соответственно, вас уже не заставляли как бы подаваться на работу, и вас поддерживали как предпринимательство. Да, шесть месяцев нам дали возможность вот развиваться в этом плане, при этом предоставили ресурсы, время, возможности, и какой-то коучинг, наставничество на этой стезе. Да, еще Оль ты сказала, какие еще плюшки, или какая помощь еще от нашего Кантона. Вот то, что мы сейчас тоже интересуемся, и на примере наших друзей, соседей, есть такая программа, называется InnoSwiss. Эта программа дает возможность стартапам с нуля, вот если у тебя есть идея, ты можешь получить финансирование от государства, от Кантона. Грант. Это, знаете, раньше как стипендия. Да, да. То есть ты пишешь мотивацию, объяснение, зачем тебе. Есть два варианта. То есть ты можешь стартап с нуля, то есть ты объясняешь, что ты хочешь организовать стартап, или ты можешь получить помощь на уже существующий стартап, и там нету лимита по количеству помощи, по финансированию. Два с половиной миллиона. А, нет, простите, простите. Этого достаточно. Да, два с половиной миллиона достаточно. Вот, и то есть тоже есть такие разные программы помощи. Просто вопрос об основании. Вообще интересно, подходит ли ваш стартап профиль под эти программы. В общем, мы-то стипендиаты со Старшим. Мы-то любим вообще стипендии получать. Я бы это всегда сказала вам. Очень круто. Но мы и налогами как бы более чем вернули вообще все свои стипендии. Да. Это были разумные инвестиции, я бы сказал так. И помощи. Да. Ой, спасибо большое. Очень интересно. Так, а теперь давайте немножко вот самые большие проблемы и сложности на вашем предпринимательском пути. Вот, что бы вы сейчас сделали бы по-другому? А мы и так сейчас все делаем по-другому вообще. Ну, наверное, секрет был в сокращении штата, что ты как молодой предприниматель просто постараться, чтобы сокращать расходы, ну, и сделать, наверное, самому. Ну, вот наш был опыт, что с одной стороны это, конечно, классно, помощники слева и справа, но помощники — это и ответственность, это и, да, дополнительные расходы. Сейчас мы все сами пока что делаем. Ну, у нас есть одна помощница. И это очень хорошо пока работает. В общем, да, и меньше — лучше. Слушай, очень хороший совет, потому что все сразу говорят, что давайте все делегировать, все нужно делегировать. То есть делай только, что любишь, там, тут остальное все. Но потом оказывается, что если ты предприниматель, то все равно надо полностью держать руку на пульсе всего, и этих людей в том числе. Поэтому лучше расти так постепенно все. Что люби проблемы, которыми ты занимаешься. Постепенно, постепенный рост. Да. Классно. Мы еще пока шли, ребята рассказали, что у них появился новый хобби-проект. Расскажите немножко про свой хобби-проект. В общем, мы организовываем встречи для инвесторов в живописных разных местах или интересных местах Европы. Мы делали встречу в Стрэзи, на Лагу Маджоре, в Италии. Для инвесторов встречу в Гриндельвальде, где мы катались на лыжах, санках. В общем, на этих встречах мы не только контент даем возможность услышать кино и развлекательную программу, что, наверное, самая веселая часть нашего вот этого направления. Подумать, как людей раскрепостить, как найти общие интересы, чтобы всем было хорошо. Потому что, когда люди проживают какие-то совместные впечатления вместе, то это создает базу для доверия. Создает убирать барьеры, и люди легче могут войти в контакт, сотрудничество, коллаборация. Мы с Олей два года тому назад прошли очень классное инвестиционное обучение, которое было сконцентрировано на криптовалюте, на недвижимости, на инвестициях в при-IPO компании и на фондовые рынки. После этого обучения вошли в клуб. И в этом клубе 600 человек, это русскоязычная в основном комьюнити, из этих 600 человек на сегодняшний день где-то одна треть, они так или иначе или живут в Европе, или же очень часто здесь бывают. Особенно сейчас, за последние два года, люди перемещаются очень сильно. И потом, после того, когда у людей есть ощущение сплоченности, того, что они не только познакомились друг с другом, но и когда есть какой-то эмоциональный коннект, эмоциональная связь, вот после этого уже можно тогда поговорить и о делах, и об инвестициях. Уже абсолютно другая атмосфера. Мы вообще изначально планировали встречу сейчас вот в Мюнхене в конце апреля, с 26 по 28 апреля. Это вот выходные, пятница, суббота, воскресенье на три дня. И мы с Олей сначала думали, ну, приедет там, наверное, как обычно, там человек 30-50. А уже просто сейчас по количеству заявок мы видим, что там будет человек 70 или 100, или может даже больше, с 15 разных стран. Вообще не русскоязычная аудитория. Бизнес-нетфоркинг. То есть ребята пытаются создать бизнес-комьюнити, сообщество, где люди могут знакомиться, выстраивать доверительные отношения и, может быть, как-то взаимодействовать с своим бизнесом друг с другом. Да, конечно. Коллаборация. Мы вот на первый день сначала всех признакомим друг с другом. На второй день мы пойдем... В Мюнхене есть очень классный фестиваль, называется Freelance Fest. Это как весенний фестиваль, это уменьшенная версия Октобер-феста. Младшая сестра Октобер-феста. Но мы идем туда не за алкоголем, а просто за атмосферой веселья. Мы с Олей уже не пьем алкоголь, уже много лет. И мы просто хотим окунуть людей в эту атмосферу. Да, вот смотрите, какие здесь красивые виды. А что здесь за подковка? А, это получается для лошадок. Здесь лошадки тоже могут ходить. Путь номер 105 для лошадок. А мы идем в Хофлю. Нам еще 30 минут идти. Мы идем по Бельвювеку. Это Бельвювек называется. Очень классно. Переводит красивая дорожка. Факуса тоже нравится. Он уже всех белок тут переловил. И все места пометился. Очень красиво. Это вот озеро Биль, и оттуда канал вытекает... Отсюда куда канал? Сюда в сторону Салатурна, да? Это Ара. А, это Ара, это не канал уже. Это Берна. Или наоборот, дальше Салатурн. И где-то там, на юге, находится канал, который соединяет с двумя другими озерами. Очень здесь красиво, приятно. Теперь начнутся самые нескромные вопросы. По цифрам давайте пройдемся. Вы какими-то цифрами делитесь из своих бизнесов? Или вы предпочитаете не делиться? Можете поделиться какой-нибудь статистикой? Какими-нибудь KPI, которыми вы делитесь открыто? Оля очень не любит, когда я делюсь про цифры, потому что я могу говорить про это, не знаю, часами. Нет, ну цифры же, их не так много. Давай, так, четенько. Ну, хорошо. Ну, что тебя интересует? Ну, делитесь ли вы, например, средним чеком в вашем коучинговом агентстве? В коучинговом агентстве 7 тысяч франков. 7 тысяч франков. Вау, круто. Это реально круто. За 3-5 месяцев программа длится. Круто. Вы рассказываете, сколько у вас... А, и эта программа помогает, в общем-то, инвестировав 7 тысяч, клиент конвертирует ее в ежегодную зарплату от 100 тысяч долларов. Ну, то есть, средняя зарплата вашего коучинга... Она, да, окупается за 6 недель. За первую зарплату на работе. Хорошо. А сколько у вас уже было или 10 клиентов? Более тысячи. Я после тысячи перестал считать. Особенно в последних 2 года был очень большой наплыв с Украины, с Россией. До этого мы бизнес вели сугубо на англоязычную аудиторию и не работали с рынком СНГ или постсоветских стран. Но 2 года тому назад что-то такое случилось, что очень много клиентов из, не знаю, даже банально из моих школы им нужна была помощь, найти себя в новом месте в Европе, на Ближнем Востоке, в Америке, кто где оказался. Коучингом занимаешься ты лично или у тебя есть команда? Есть команда еще. Команда коучинга. Можешь рассказать, какая у вас система взаимодействия с этой командой? То есть вы являетесь все частными предпринимателями и они как бы плацент... Они работают на фриланс-основе, на нас. То есть я являюсь собственником, руководителем и выстроена система договорных отношений. Каких заключительных вопросов? Что бы вы посоветовали человеку, который прямо сейчас хочет начать свою предпринимательскую историю в Швейцарии? Начни и делай. Хорошо. Может быть, какие-то есть книги? Я знаю, что вы любите читать книги. Вот какая одна, либо максимум две книги, которые вы бы посоветовали прочитать? Не обязательно про предпринимательство. Любые. Любые? Да, любые. Абрахам Хиггс. Абрахам Хиггс. Абрахам Хиггс. Да, и для меня лично очень классная книга бывает тоже от Абрахам Хиггс. Она называется «Удивительная сила эмоций». Ее можно прослушать даже на Ютубе. Очень-очень приятный голос. Очень классно. Да. Это те две книги, которые поменяли нашу жизнь. Перевернули наше сознание. Слушайте, ну вы так это гармонично прямо, мы не словно-то сказали. Ну, потому что мы вместе слушали и делились, и, в принципе, живем по этим принципам. Просите, и дано вам будет. В общем, начало делать. Просите, дано вам будет. И слушайте себя, слушайте то, от чего ваше сердце бьется все чаще и все сильнее. Да, делайте, что любите, и любите, что делаете. Спасибо большое, ребят, за такой разговор. Спасибо тебе. Огромное вам спасибо. Олечка, большое спасибо. Это честь. Спасибо.